Ребятки, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game, и продолжаем собирать наши шильдики. Есть у нас несколько турниров, это уже мой аккаунт. 20 или 15 лямов только что купил в гавани, так что всё отлично. Ещё и баксы, обменялочки доверия, короче, всё, всё нормально, так всё шикарно. Гавань всё больше радует, там больше всяких вкусных ништяков. У нас есть вот парочка турниров, есть только обычные. Вот так можно сразиться. Двоих, да, победить нужно двоих. Это как можно сделать? А, так они слабенькие. Слабенькие. Давай, вот так. Это мы для разминочки, для затравочки, а потом пойдём сейчас выберем себе ядрёный турнир. Так, ну сделаем вот так. Кстати, да, посмотрим, что там у нас там. Водные, водные есть, мега сильные водные. Пора, пожалуй, раз-два, раз-два. Отлично. Двоечка это волшебное число. Двоечка. Как у Кирилла Терёшина. Хе-хе-хе. И шестёрочка. Как у Александра Васильевича, то бишь у меня. Да. Мне только что писали под видео по легендам дракономании. Даже сейчас скажу, кто. Это у нас... Скар Титан 560. Да, писал по поводу того, что в колдовской лиге показывают самого сильного дракона у противника. По-моему, я с этим не согласен. Там показывают рандомного дракона. Ну, он меня там назвал Александр Александрович. Так что будете знать, ребята. Я Александр Васильевич. Меняет профессию. Отлично. Ладно, разобрались. Теперь у нас есть два турнира. То есть, ну, обычный водный... Ну, я не вижу смысла сюда, наверное, лезть. Особо, как бы, понты какие-то. У меня три водных турнира. Вы чё тут вообще? Не, всё нормально. Вот, это второй водный. Мы будем лезть именно вот сюда, конечно же. Ну, будем пытаться сюда лезть. Ну, так... Умунозавр... Архелон... Генодус... Ну, чё-то, мне кажется, не затащим мы такой командой. У Муни сейчас слишком мало жизни. Туда нужно первым ставить Генодуса, Архелона и умунозавра вот такого. Хотя он слабо бьёт первый. 600. Ну, сколько мне осталось? Один, два. Два самых сильных осталось только. Наверное, всё-таки... Сделаем так. Даже вот так. Блин, эта сортировка по силе удара, блин, ну, мне не нравится. Ну, где комплексная вот то, что было раньше, блин. Верните! Я требую возмещения ущерба. Так, ну, подменяться, думаю, не будет. У него все одинаковые стихии. Ну, вот так вот правильно и атакуют. По одному удару атакуй. А мы насобираем максимум пауэ. Как говорилось в первом кризисе. На два из трёх. Нормально. Давайте, наверное, сделаем так, чтобы выжить. Три. Ну, гадёныш, не захотел полностью атаковать. Ладно, думаю, мы сейчас его пробьём. Четыре. Шесть. Шесть. Блин, а ну шесть очков не хватило. А это печалька. Ну, пришлось ещё один же сверху накинуть. Анхапристис. Пал. Здоровенная ребёха была. Анхапристис. Там восьмиметровая, по-моему. Так, не, ну тут изи катка получилась. Так, у меня уж был вроде один балл. Лишний. Элас Мазаврик. Два даже было. Шесть атакует на пять. Ну и отлично. Да, можно было обойтись чуть послабее даже. Команда. Ну, посмотрим, может у нас, надеюсь, не будет. Три раза водные, поверхностные, точнее. Так, первая победа есть. Что там ещё нас ждёт? Так, теперь пошёл у нас уже микс. Микс, микс, микс. Берём. Я люблю платозавра брать. Он подменится на Дали Харенхопса. И вот там встретит какой-то наш, ну, Бананагмиус, допустим. Бананагмиус. И кого ещё нам взять? Так, давайте сейчас подумаем, как он будет меняться. Он подменится на этого. У него вторым пойдёт вот... Не очень, конечно, приятно получается, что у него вторым идёт поверхностный. Но, чё поделаешь. Ну, пойдём так, давайте. Ну, ладно, давайте его продамажим. Далее Харенхопс бьёт двушечку. Двоечка. Нужно выжить. Во что бы то ни стало. Один. Три балла. На все три. Хорошо. Так, ну, мне придётся, надо Бананича, что ли, защищать. Или не защищать. Даже вот не знаю. А, ну, раз мы за два удара пробиваем, то... Четыре поставлю. Он, скорее всего, проатакует, я думаю. Я четыре балла в защиту поставил. Это редкость. Ну, да, с таким-то ударом в 3500 он должен атаковать. Ну, почему-то на три. Ну, и мы на три тогда. Так, у нас два балла. Ну, ему либо очень всё потратить надо. Ну, да, всё тратит, и отлично. Мы его Бананичем сейчас заедим, так сказать. Ну, всё шикарно сложилось. Ждём последний бой. Так, ну, и последняя каточка. Так, пойдёт туда хай назад. А, а, так, тут вообще изи, изи-бизи получается. Берём поверхностных, да и всё. Если, если, вот так вот. Ну, давайте попробуем. По 400 бьют, это будут они долго бить. Ну, мы размениваться не будем. Мы сразу один раз и наверняка. Блин, ну, много пришлось бить. Ну, следующий, 157-й, ещё чуть-чуть посильнее будет. А Бакулит ещё сильнее. 6 тысяч на 512. Посмотрим, что будет дальше. Так, смотрим. Ну, это изи катка получилась. Не знаю, может попробовать ещё тот турнир следующий пройти. Нет, он послабее. 6 тысяч, ну, удар сильнее, 6 тысяч на 520, да. Но он жизни мало, может мы пробьём сейчас. Да, пробили. Прикольно. Классно он нарисован. Лучше, чем аммонит. Бакулит красавчик. Так, и мы разблокировали короткомордого медведя Арктодуса. Да, Арктодус. Мы знаем, что он открыт. Он у нас даже есть. Можем, давайте, на него полюбоваться. Вот наш Арктодус. Ну, очень мало изменений. На 40-м ему надо было бы что-то как-то посерьёзнее сделать. Ну, зато, скажем так, правдоподобно. Наш медведь-тираннозавр. Кстати, ребята, серия Познавалка. Называется Медведь-тираннозавр. Почему так? Так, смотрим нашу Познавалочку. Есть на канале видосик. Не забываем... Не забываем просматривать видосики и ставить ему лайкосики. Потому что Познавалки занимают намного больше времени, чем просто игралки. Так, это сделал, и я хотел ещё заглянуть вот сюда. Можно ли мне затащить это всё дело вот тем, что у меня осталось, так сказать. Если я сделаю вот так, он подменится на вот этого. Там пойдёт вот этот. И вот этот, например. Ладно. У нас такая, может, получится большая серия. Может получиться. Зубы видели? Что-то странное только что произошло с зубами. Так, Мегалодон наш не атаковал. Кстати, про Мегалодона тоже снял видео. Ну, практически снял видео. Я снимал видео про Мегалодона из фильма Мэг. Тоже всем немедленно на просмотр поставить лайк этому видео. Потому что я не знаю, насколько противник меня тут что-то ударил. Ну, походу, по полной программе. Да. Так что... Давайте, ребятки, давайте. Познавалочки обязательно нужно просматривать и рекомендовать всем друзьям. Это ж интересно, ёлки-палки. Каким был Мегалодон в фильме Мэг? Вообще, короче, там противник нам просто сдался. А ему нужно тратить чуть ли не все баллы. Там 5 минимум. Плеазавр. Тоже красиво нарисованный. Мне нравится. Ну, и сразу таких вот пару штук пробиваем. Зубы, кстати, заметили? У него торчат зубы наружу. Прямо как у кого-то рамфоринка. Нижняя челюсть нарисована. Зубы реально торчат наружу. Так. Вот так вот. Так, а если взять кого... Кого нужно взять, чтобы он не подменялся? Ну, это если мы возьмем кого-то поверхностного. Тогда он подменяться не будет. Так, вот раз, два, три. Раз, два, три. Бананич у меня есть еще, да? Если я возьму Артакантуса, он меня... Сколько я смогу накопить? Максимум три балла. А чтобы пробить три тысячи. Ну, давайте вот так, вот такую обратную стратегию возьмем. Чтобы он не подменялся. И этих ребят нужно пробивать Тилозавром, например. Так, две шестьсот. То есть я обязан ставить сейчас в защиту. Он меня атакует на два. Это специально сделал, чтобы он не подменялся и не нарушался порядок наших динозавров. Теперь я ставлю на два. Он может атаковать, может не атаковать. Это его дело. Атакует всего лишь на один. Так часто бывает. Он атакует не на два. Ну, а три, естественно, я переношу, потому что он уже имеет возможность меня пробить на четыре. Если я атакую на четыре, все хорошо. У нас все хорошо. Так, мы его сейчас быстро пробиваем генозусом, но Атилозавру нужно будет двух ребек разобрать. Ну, его защищать бессмысленно. Это просто трата времени. Так, Геликус, которого я еще сам не прокачал, ну, был занят. На четыре атакует. Вообще, то есть мы победили. У нас все шансы легко пройти еще и следующий бой. Это без покупки единого динозавра, без освобождения. Все шикарно. Так, и Дун Клеостея, у которого вообще такой слабый укус, да? Если у Мазозавра 200, подожди, 200-200 килоньютон, да, по-моему? А у него всего-то что-то, типа, 8. Вообще, чертовски слабый укус у Дун Клеостея. Ну да. И у Мегалодона укус вдвое слабее, чем у Тиранозавра. Так, ну и давайте смотреть наш последний бой. Какой он будет? Так, 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 так. Давайте думать. Он будет силен против пещерных. Но мне нужно, чтобы он подменился все-таки лучше, на Геликуса, да? Если я поставлю вот так, он подменится на Геликуса. Геликус силен против Рифа. Или, например, если... Так, сейчас давайте думать. Если я поставлю вот так, то у нас просто есть шанс большой потерять тромалиозавра. А если мы его потеряем, то будет печально. Но тогда порядок у динозавров будет правильный. Но у меня просто нет второго. Второго Рифового. Есть. Вот мой Рифовый. Он подменится на Геликуса. И получится порядок пещерных Геликус и два водных. Геликуса мы пробьем Хайнозавром, а там разберемся Ромалиозавром. Вот такая вот. Немножко по-новому, кстати. Я так раньше не сражался. Что-то мне перемкнуло в этом... в этой серии. Давайте так посражаемся. Это хорошо, когда вы выстраиваете противников, то есть убираете одного неудобного для себя. Так сказать. И потом идут два, против которого будет Ромалиозавр. Так, три удара. По-моему, это все, что у него есть. Ребятки, как говорится, записывать и говорить это абсолютно не то, что смотреть. То часто пишут, что Том там, то кто-то что-то не заметил. Это вам подтверждит любой стример, любой, кто ведет там запись. Что внимательность очень сильно падает, когда ты записываешь и говоришь. Когда ты просто играешь или сам смотришь, ты, конечно, там мелочи замечаешь, не забываешь ничего там посчитать. А вот на камеру все не так. Опять же, упор я делаю на кого? На Ромалиозавр. Здесь я только чуть-чуть могу пощипать курочку в виде Плотозавра и Мегалодона. Шесть. На все шесть. Вообще, изи катка. Изи, изи шесть боев. Ребята, это шесть боев с мега прокачанными противниками, которые то есть все повыше даже нашего уровня. Так, раз. Тридцать два. Двадцать один. Тридцать два. Его за один удар пробиваю. Это приятно. Так, это, можно сказать, затянутая серия получается, ребят. Ну, надо, надо лайкосиком наставить. А то Ютуб не любит длинные серии, их бессмысленно снимать. Только, только для вас. Только для тех, кому нравится Jurassic World The Game. так, но, как говорится, не ради этого набора я сражался, а ради принципа, чтобы проверить, сможем мы это сделать или не сможем. Ну, и мы смогли, ребятки. Ну, а это я уже пройду как-нибудь за кадром. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok